Эй, друзья, всем привет! Это канал АМФ Филмс, с вами Марк, и это пересказ кинофильма «Гэнзель и Гретель» или «Гретель и Гэнзель. Сказка начинается». Закадровый голос рассказывает историю о девочке в розовом копоре. Её рождение стало подарком для родителей в голодные и суровые времена. Жители деревни все как один сочли её самым красивым ребёнком, но малышку сразила болезнь. Все предрекали, что её первая зима станет для неё последней. Отец девочки был не из тех, кто мерится судьбой. Ходили слухи, что есть одна колдунья, которая способна исцелить любой недуг. От отца девочки требовалось лишь смелость и доверие тёмным силам. Когда колдунья вылечила болезнь, она оставила девочке дар ясновидения. Вскоре стало ясно, что у девочки были и другие способности. Она никого не пощадила, даже собственного отца. Власти деревни приказали вернуть ребёнка силам тьмы, которые её сотворили. Её упрятали ото всех в лесную чащу, но она нашла способ завести друзей. Эту историю взрослые рассказывают своим детям, чтобы те боялись ходить в лес одни. Гретель по настоянию матери отправляется в богатый дом в надежде устроиться на работу прислугой. Маленький Гензель следует за ней хвостом. Мужчина, хозяин дома, задаёт весьма непристойные вопросы, давая понять, что ему нужна вовсе не домоработница, а любовница. Когда они вернулись домой, Гретель выслушивает упрёки матери. После женщины вели дочери собрать все свои пожитки и покинуть дом вместе с братом. Она уверена, что в их жилище для всех них становится слишком опасно. Их земли прокляты, и мать чувствует, что может причинить детям вред. На рассвете девочка забирает брата и уходит из дома. На ночь они останавливаются в доме, в котором когда-то жила добрая женщина. Когда дети ложатся спать, на них нападает странный человек, похожий на Монстра. От смерти детей спасает охотник. После, накормив их ужином, он предлагает отправить путников к лесникам. Они дадут им кров и еду в обмен на нехитрую работу. На утро дети забирают нарисованную охотником карту и отправляются в дорогу. Спустя несколько дней, уставшие и голодные, они находят поляну грибов. Красная шляпка с белыми пятнами не останавливает их, и они съедают по несколькому хоморов. Эффект не заставил себя ждать. Брат и сестра умирают. Конец фильм. Брат и сестра видят галлюцинации, сидя на поляне. Когда действие грибов проходит, они продолжают путь и выходят пугнутым воротом. В зарослях дети видят светящиеся окна хижины и чувствуют головокружительный запах еды. Заглянув в окно, Гретель видит стол, уставленный явствами. Возникшая из ниоткуда женщина в чёрном приглашает гостей в дом, предлагая подкрепиться. Наевшись досыта, дети ложатся на мягкие постели. Ночью Гретель видит странные сны про девочку в розовом копоре, а утром за завтраком предлагает Хольде, так зовут хозяйку, свою помощь по хозяйству, чтобы отплатить ей за доброту. Гензель учится точить инструмент и колоть дрова, а Гретель – разбираться в травах. Заметив, что девочка начинает заболевать, Хольда даёт ей выпить какой-то отвар, уверяя, что утром она будет себя чувствовать гораздо лучше. Вечером Хольда учит детей играть в шахматы. Ночью Гретель снова видит девочку в розовом. Она приводит её в зал, где под простынёй лежит несколько трупов. Какие-то голоса всё время повторяют, чтобы девочка не смотрела на них. Проснувшись от кошмара, она видит, что уже наступило утро, и за окном светит солнце. Гретель уговаривает брата продолжить дорогу к лесникам, уверяя, что в этом доме происходит что-то странное. Но брат, опьянённый изобилием еды и тёплой постелью, отговаривает сестру. Днём пытаясь рубить деревья, мальчик вдруг начинает слышать какой-то голос. Он зовёт его войти в сарай, где хранятся пилы. Как под гипнозом, Гензель входит в открытую дверь, достаёт инструмент и начинает его точить. Голос продолжает повторять, что это пила для мёртвых костей. Хольда тем временем рассказывает Гретель о том, что она обладает способностями. Женщина смазывает девочке рукой какой-то жидкостью, и та поднимает деревянную рогатину с пола, не касаясь её. Придя в восторг, Гретель тут же идёт в лес, чтобы ещё немного поупражняться. Перед сном Гензель начинает конючить. Ему уже не кажется, что дом старой женщины им подходит. Сестра же, напротив, старается защитить хозяйку, уверяя, что та учит её использовать свой дар. Мальчик напоминает историю про девочку в розовом, в которой говорится, что за любой дар придётся чем-то заплатить. Молодец. Разозлившись, Гретель выводит брата на улицу и оставляет в темноте. Она просто хочет сбить с него спесь, поэтому быстрым шагом возвращается в дом. Напуганный Гензель смотрит вдаль и видит силуэт, который зовёт пойти с ним. Ночью девочка просыпается от волнения. Увидев пустую кровать брата, она убеждает себя, что это было лишь сном. Ведь в реальности вряд ли бы она захотела избавиться от брата. Хольда пытается убедить девочку, что Гензель был для неё обузой, от которой она наконец-то избавилась. Поговорив с женщиной, Гретель собирается пойти спать, чтобы утром отправиться на поиски брата. Но перед этим просит дать ей какой-нибудь снотворный настой. Выпив предложенный напиток, девочка спешит в свою комнату, чтобы опустошить желудок. Так она усыпила бдительность хозяйки дома, чтобы суметь выйти из дома ночью. Тихонько встав с кровати, Гретель находит потайной ход. Он приводит её в большую каменную комнату, где сидит Гензель. Мальчик смотрит в одну точку и никак не реагирует на сестру. Спустя несколько минут из трубы начинает вытекать вязкая чёрная жидкость. Образовавшись на полу лужа медленно превращается в молодую девушку в чёрном одеянии. Она выдавливает на стол человеческие внутренности и вскидывает руки вверх. После этого жуткие кровавые останки вдруг превращаются во всевозможные явства. Гретель зажимает рот рукой, чтобы сдержать крик и рвотный рефлекс. Утром девочка просыпается в своей постели. Она понимает, что теперь уже не важно, сон это был или явь. Она обязана притворяться дурочкой, чтобы найти способ обхитрить хозяйку дома. Хольда, надев остроконечную шляпу и вскинув на плечо лопату, собирается пойти в лес, чтобы ответить природе на её ночной зов. Она просит Гретель приготовить ей чаю по возвращению и не убирать со стола еду. Как только двери за хозяйкой закрываются, девочка сразу же спешит к книге, в которой описываются свойства растения. Вернувшись, Хольда садится за стол и делится своими выводами. Ей кажется, что пропажа Гензеля пойдёт ему на пользу. Ведь скоро девочка станет такой, какой ей и суждено быть. Пусть лучше брат запомнит её такой, какой она была до открытия своего дара. Если она научится всему необходимому, то будет иметь безграничную власть. За разговорами Хольда берёт из миски кусок еды и, переживав его, достаёт изо рта длинную косичку с бантом. Гретель напрямую спрашивает, что она сделала с её братом. И женщина отвечает, что убрала его с пути, чтобы он не мешал развитию дара девочки. Ведь брат является её самой главной отравой, которая способна нарушить планы. Выпив чай, Хольда грозно спрашивает, зачем она подмешала ей снотворное, ведь она единственная, кто желает ей благополучия. Женщина начинает рассказывать Гретель настоящую историю про девочку в розовом копоре. Она действительно была самой красивой, но душа её была гнилой и чёрной. Хольда ненавидела её, хоть и была её матерью. Это от неё она переняла колдовской дар. Женщина вернула её тьме, но дочь осталась с ней в мыслях, во снах. Преследуя её словно тень, девочка соблазняла её могуществом, призывая к решительности. И Хольда поддалась. Она съела своих детей и избавилась от всех жителей деревни. Женщина построила дом в лесу с надлежащей кухней и решила притворяться пожилой дамой, чтобы вызвать к себе доверие. Она готова назвать поимённо всех детей, которые прошли через её столовую. Во время рассказа Гретель незаметно для себя перемещается в ту самую каменную комнату, в которой она была ночью. Её руки прикованы к столу, а перед ней стоит пустое блюдо. Хольда продолжает рассказывать о своих жертвах, последний из которых должен стать Гэнзель. Она уверяет, что только избавившись от него, девочка сможет раскрыть свои истинные силы. В одно мгновение из дряхлой старухи Хольда превратилась в молодую девушку. Она открыла занавес, за которым горит огромная печь. Ведьма призывает Гэнзеля, и он входит к сестре, но двигается, как марионеточная кукла. Колдунья собирается зажарить мальчика на глазах у сестры. Судорожно оглядывая помещение, Гретель задерживает взгляд на деревянной рогатине. Ей удается призвать орудие и с его помощью пригвоздить ведьму к стене над пищью. Хольда кричит и корчится от боли, когда языки пламени окутывают её тело. Тем временем заворожённый Гэнзель продолжает взбираться по лестнице, ведущей в клетку для жарки детей. Гретель удается освободить руки и остановить брата. Мальчик приходит в себя, лёжа в кровати. Он видит сестру и спрашивает, чего она боится. Девочка отвечает правду. Она боится саму себя. Она просит брата быть готовым пойти своим путём, чтобы найти то, что нужно именно ему. Гретель сажает его на коня и указывает животному дорогу. Сама же остаётся в лесу, чтобы разобраться в своих способностях и научиться приносить пользу миру. После того, как ведьма умерла, все души, загубленные ею, наконец-то смогли обрести вечный покой. Увидев их, Гретель поняла, что всё только в её руках. Вот такая совсем не детская сказка. Огромное, друзья, спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх и, конечно, пишем комментарии. Смотрите всё везде. И сразу вместе с АМФ Филмс. И слушайте сказки. Только не такие. А фильм хороший. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!